Здравствуйте, в эфире Вашингтонский обком с кратким обзором новостей из России. Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом. Россия попросила у Китая деньги на мегапроект Газпрома. В Кремле оценили сроки встречи Путина с Дегтяревым. Врачи выступили против законопроекта Мизулиной, который ущемляет права танкетанных людей. Итак, ГИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщает о том, что в Кремле заверили, что не при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующее обращение оперативно рассмотрят. Если обратятся к Кремлю или обратятся к Мизраву или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни даже, хотя границы закрыты, они выезжают на лечение за границу и, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут. Это была цитата Дмитрия Пескова. Насколько можно доверять этим словам, неизвестно. По сообщению ТАСС, на заседании рабочей группы Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству России и Китая, которая состоялась в среду 19 августа, российская страна представила китайским инвесторам два новых предложения. Одним из них стал мегапроект по строительству газопрорабатывающего комплекса в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области, в котором через совместные предприятия занимаются «Газпром» и «Русгаздобыча». Впрочем, не до конца понятно, насколько китайская страна будет заинтересована в этих вложениях, так как Китай уже выходит из существующих совместных проектов из-за их неретабельности. Встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым по базовой перспективе пока не значится, но при необходимости она может появиться достаточно оперативно, когда новый глава наработает большой массив данных, рассказывает ее новости. Ранее Дегтярев заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту о реальной обстановке в экономической и политической жизни региона и предложить проекты. Стоит отдельно подчеркнуть, что информационное агентство Реоновости не указывает на тот факт, что политическая ситуация в регионе означает непрекращающиеся протесты хабаровчан против действующих правительств. По данным канала РТВА, врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов направили коллективное обращение в Госдуму. Они требуют отклонить законопроект Елены Мизулиной, который нарушает права трансгендерных людей. 25 медиков заявили, что поправки Мизулиной в Семейный кодекс противоречат врачебной и юридической практике. По их словам, в случае их принятия качество жизни трансгендерных людей ухудшится. В том числе, им станет сложнее обращаться за медицинской помощью по полису ОМС, так как пол в документах не будет соответствовать фактическому. Напомню, что 20 августа истекает срок, когда возможно внесение поправок и обращений относительно данного законопроекта. Это были все новости к этому часу. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok